Всем привет, мои хорошие, с вами Селена. Мы начинаем новый влог. Я такая немного покрасневшая, вообще я с душа, и еще я там для волос кое-что делаю, пшикаю. Вот, возможно, из-за этого еще я покраснела чуть-чуть, но ничего, я думаю, это все сойдет через какое-то время. Сейчас я отправляюсь на бровки к моей Элине. Я так еще накрасилась, чтобы брови не накрасила, чтобы она видела какой там цвет, пигмент. Вот, так что погода хорошая на улице, тепло. В общем, направляемся. Все, девочки, приехала к Элине. Сейчас мы стерли бровки, она посмотрела. Сейчас мы их снова накрасим, будем делать ярче. Вот, это у нас вторая коррекция, да? Первая коррекция. А, первая коррекция. Коррекция, да, первая. Ну, я имею в виду, второй раз делаем, да. Первая коррекция. Вот, потемнее хочу. Ну, а форма мне идеально нравится. Сделали эскизик. Обожаю эскиз. Обожаю вообще свежий татуаж бровей. Он такой темный, яркий, насыщенный. Я прям кайфую, если честно. И с удовольствием снимаю видео даже со свежим татуажем. Потом становится еще лучше, конечно, более естественно. Вот, но я люблю вот яркость. В общем, вот такой вот эскизик. Все, вымерили по линейкам. Там просто не подкопается самый, как это сказать, самый перфекционистический перфекционист. Ну что, мои хорошие, вышла я от бровок. Смотрите, какие они вообще красивые у меня идеальные. Сразу скажу, что они будут уже, они будут не такие яркие, как сейчас. У нас это свежий татуаж, но сама форма и цвет такой насыщенный мне очень нравится. Все, сейчас отправляемся домой. Лицо у меня сейчас немного красное, потому что стерла макияж весь. В общем-то, и оно покраснело у меня. Я привела себя немножечко в порядок. Сижу со своими красивыми бровями, любуюсь. Делать нечего, так хочется шопинга какого-нибудь. Хочу поделиться с вами интересным приложением МОКО. Кто еще не слышал? Шопинг с ним теперь очень простой. Я сейчас за две минуты скачала приложение МОКО, зарегистрировалась, ввела свой номер телефона, email, и мне дали аванс, на который я могу сейчас себе делать шопинг онлайн или вообще поехать в магазин. Я, конечно же, зашла, посмотрела, какие магазины там есть. Там очень много классных магазинов. Особенно я люблю Ла Мода, Эльдобутея, Детский мир, то, что для ребенка хорошо. Я зашла на Ла Мода, увидела очень красивую обувь, которую захотела себе приобрести. И очень удобно положила в корзину. Также внизу корзинки я увидела, что можно расплачиваться, то есть выбирать график себе, как удобно расплачиваться. Можно равными долями расплачиваться 3 месяца, 5 месяцев и еще там сколько-то, не помню. И переплата вообще просто малюсенькая. То есть, если вы там до 5000 что-то берете, то переплачивайте всего лишь 159 рублей. Это очень удобно. Не нужно стоять в очередях, что-то там долго оформлять. За одну минуту вам приходит одобрение и денежки падают уже на счет. Вообще, я просто была изумлена, как все это быстро сейчас в наше время происходит. Приложение вообще такое удобное, ясное, понятное. Ответы на все вопросы там можно найти. В общем, все быстро, легко и очень удобно, что первый платеж через 30 дней. То есть, вы покупаете сейчас, оплатите потом, аж через месяц только, равными долями оплачиваете вашу покупку. Мне это приложение очень понравилось. Я вам тоже обязательно рекомендую им воспользоваться. Под видео я оставлю ссылку, если вдруг будете искать и не найдете. Но я нашла все быстро и мне быстро дали аванс. У меня 22 тысячи на счету. Пошла я шопиться. Еще сегодня я решила пожарить картошку белорусскую. И сосиски белорусские, ветские сосиски, вот эти, которые я вам показывала, они просто превосходные. Очень мне понравились. Я сегодня заехала, купила еще сосисок, купила еще колбасы. Купила вот такой вот лечо у них в магазине. Мне кажется, должно быть вкусно, деликатесно, стерилизованно. Я люблю жареную картошку, сосиски и вот что-то такое томатное. Мне кажется, я сейчас прямо так вот этого блюда хотела. Часто мне спрашивают, Селена, твои любимые, еще твоя любимая еда, кроме как капуста. Вот, вот, вот это сочетание. Сейчас просто будет перфект. Еще я взяла попробовать. Мне кажется, я уже пробовала. Где-то брала вот этот белорусский завтрак. И мне очень понравилась эта рисовая кашка. Брала, причем в какой-то доставке. Не помню в какой. Короче, взяла еще вот такую вот рисовую кашку. Взяла свою любимую колбаску, вот эту докторскую. И взяла еще палку колбасы. Это моей свекрови. Вот. И вкусняшки, которые мне здесь нравятся. Ну, вот они здесь. Я его здесь покажу. Вот у меня остался кленовый сироп. Я еще взяла черничный. И кокосовый, по-моему. Вот, три вида у них осталось, да. И сюда тоже положила. Ну, десертики эти вкусные. Завтра свекровь должна прийти и забрать эту вкуснятину. Мне не удалось с Белоруссии привезти. Но так оказалось, что у нас здесь есть магазин белорусский. И не один. И я уже попробовала. Все точь в точь как в Белоруссии. Поэтому смело теперь могу вот так вот угостить белорусской колбаской. Считай, с Белоруссии привезла. Девочки, я прошу прощения. Просто положила и напала. Вот так я люблю, чтобы было в тарелке. Вот картошка, да. Прямо сюда сверху я вот делаю это лечо. Или соленые помидоры какие-нибудь. И сосисочка. И вот все вот это вот. Вот прям вот оно должно вот так вот все быть перемешано. Я ем. Короче, сейчас такое удовольствие испытываю. Невозможно. С хлебом, конечно, все это делаю. Его здесь не хватает. Ну что, мои хорошие. Только вечер. Я сейчас только замечаю, прикиньте. Только вечер. Уже вечер. И я сейчас только замечаю, что у меня не горят фонарики сзади. Как они так потухли без меня. Я что-то вообще не помню, чтобы я их выключала. Они горели. Надо залезть на стол и проверить все это. Но проверим попозже. Сейчас я уже бегу за Денечкой. Сегодня у меня был такой довольно... Довольно-таки насыщенный день, несмотря на то, что я целый день была дома, никуда не выходила. Вот. Сегодня я прям целый день общалась. Общалась с людьми и напрямую. И у нас сегодня практика была в моем институте. Сегодня я проработала интересный запрос, который поднял мне настроение в конце. Еще пообщалась потом с девочкой. Девочка на курсе со мной так мне напоминает меня по вот этой энергии, всему-всему. Вот. Я теперь всегда, когда вижу людей очень энергичных, но это мой теперь такой загон внутри, да, я начинаю переживать за их здоровье, чтобы не получилось, как со мной, да. Хотя мне психолог наш, с которым мы проводим мастер-майнды, да, она говорит, что на самом деле нужно найти то состояние, когда ты будешь работать, в принципе, так, как ты и работала, ну, как я поняла, своими словами говорю, да, то есть я буду так же много делать, и у меня так же будет много энергии, только я буду делать все это в другом состоянии. Пока что мне это сложно для переварения, для осознания, то есть я понимаю, что надо идти как-то, да, дорогой. Какой-то, но я на пути пока что. Пока что мне очень страшно вообще что-либо лишнее делать в своей жизни. Я замечаю сейчас каждый стресс, который меня начинает напрягать, потому что он сразу физически ощущается, то есть мне сразу физически как-то нехорошо. Я уже думаю, может, мне правда физически нехорошо, а не то, что у меня с головой там проблемы, да, что я себе нахожу проблемы. Ну, в общем, я сейчас на пути пока что, да, вот ко всему этому. И сегодня были интересные беседы, очень познавательные. Классные, так что вот мы только закончили, и время уже идти за Денечкой в сад, и я уже даже проголодалась, так что сейчас я заберу его, мы покушаем, и на фоне «Моя черная любовь» 75 серия, следите вместе со мной. А ещё, кстати, у меня хорошая новость для вас. Я таки решила заняться спортом, вот, так что и сессия сегодня у меня была, у меня был запрос сегодня у коуча, именно что мне мешает заняться спортом, что мне мешает. И, в общем, выявили. Буду дома заниматься, мне хочется дома заниматься, не хочется лишнего стресса выходить на улицу и там что-то делать. Я хочу, чтобы всё это было дома, вот, и, в общем, уже нашла, в принципе, место, где буду заниматься, как буду заниматься, с помощью чего. Ну, в общем, хочу сейчас начать уже, и потом, когда уже будут занятия такие готовые, там, вот кто просил там в комментариях, силен, давай заниматься вместе, будем заниматься вместе. Вот. Сейчас я пошла за Данькой. На улице дождик, видите, мокро. Блин. А я оделась тепло, но не по дождливому, так скажу. Короче, надо быстрее. Он так идёт очень мелко. У меня ещё бы брови мои не залить. Кстати, вчера я вам не говорила. Вчера я встретилась с учительницей по вокалу, у меня Жденя на вокал ходит. И, в общем, она говорила про него, как классно он занимается, какой он молодец, как он ноты тянет. Они там в скороговорке, там что-то ещё. Я просто сначала думала, чтобы не водить его. Ну, как сначала думала. Короче, я его записала на вокал. А воспитательница говорит, что, ну, воспитательница, то есть, есть вокал вот отдельный сейчас, дополнительные занятия, а есть вокал, где просто вот в садике, да, они там с детками со всеми поют, что-то подготавливают. Вот. И, короче, и она говорит на вокал, ну, у меня там на занятиях он как бы особо не поёт. Типа, с чего вы решили взять, ну, на вокал его вдруг. А я спонтанно ещё в последний момент дописала дополнительный вокал. Вот. Я говорю, не знаю, он дома поёт, любит там попеть со мной. Помните, сколько у нас видосиков было? Ну, то есть, я вообще за то, чтобы на вокал он ходил. И помню, мы когда ходили к логопеду ещё к одному, она тоже говорила, что вот попробуйте его на вокал поводить. Когда ещё, ну, речь запускали там, да, типа как вот, ну, логопед, как вот речь, чтобы больше говорил, выговаривался. То есть, через пение хорошая такая тема. Я тогда ещё подумала об этом, там, не знаю, года два назад, наверное, полтора, или когда мы там к логопеду ходили, или год. Нет, полтора, наверное. Короче, не помню, давно это было. Вот. И тогда я такую, ну, мысль сделала себе, что ходить на вокал. И здесь я записываю, а здесь ещё вокал. Здрасте. Если вдруг, говорю, он там петь не будет, тогда ходить не будем. Ну, и вчера, ну, и вчера преподаватель по вокалу очень хвалила Дэнни, что он поёт, что он всё повторяет, занятия делает и нотки поёт. Я говорю, ну, поёт хорошо, значит, будет ходить, держите в курсе. Короче, приятно, когда хвалят. Решила попробовать сделать яйцо, как я обычно делаю в этой штучке специально, она просто сейчас не нашла, решила просто в стакане. Что, если взбить в стакане? Чуть-чуть молочка добавила, и вот сейчас посмотрим. Сначала вот на одну минуту поставила, ничего не происходит особенного. Хотите, немного, видите, там уже омлетик. Ещё дальше ставим. Смотрите, какая получилась красота и нежнота. Вообще, просто в стакане всего, ну, полторы минуты вышло. Оно прям воздушное, классно. Денька попросил яйцо, а я не смогла найти свои специальные штучки для яйца. Решила просто в стакане сделать. Красота. В общем, бровки заживают. Я время уже, кстати, сейчас чуть-чуть посмотрю серию. И всё, и уже. В половину десятого. Сейчас 21.06. В половину десятого пойдём спать. Кладёмся. Завтра новый день, новый план. Фух, перекусила. Попила водички. Я сейчас на ночь пью, кстати, и больше водички. И утром пью воду. Как-то естественно, кстати, получается. Не то, чтобы я специально там пила воду. А просто у меня потребность какая-то и вечером пить воду, и утром пить воду. Вот. И сейчас, сегодня я уже зарегистрировалась на одной платформе. Уже давно думаю о зарядке каждое утро. Но очень сложно саму себя мотивировать. Я прекрасно понимаю тех, кто просит меня. Давай, с Леной, мы вместе с тобой. Вообще, мне хочется больше дома времени проводить и больше дома. Никуда не хочется выходить по такой погоде. Поэтому я ищу выходы дома всё это делать. Сегодня у меня вышло видео по поводу вопрос-ответ, где я отвечаю на вопросы. Спасибо всем за поздравления. Ну и некоторые комментарии были под видео, которые не давали людям покоя. Два таких я могу выделить комментария. Один комментарий был по поводу того, что, Селена, как ты можешь говорить что-либо о идеальных отношениях или о браке. Ну вообще, в целом, об идеальных отношениях. Ты идеализируешь свои отношения. И как ты можешь об этом говорить, если ты не живёшь? Со своим мужем, да? То есть вывод на расстоянии. И как ты можешь вообще об этом говорить? И у каждого сразу пошли свои идеи. Что кто-то говорит, полноценной семьёй не назовёшь ту семью, которая вечером хотя бы шесть часов не проводит вместе. То есть всё меньше уже, по ходу, не семья там, да? Или там у кого-то другие идеи по поводу полноценной семьи. Чтобы утром кофе приносил, чтобы массаж по утрам делал. Как же без этого? Если этого нет, то это не полноценная семья. Я сразу такая думаю, блин, ну я, наверное, не люблю массаж от мужа, например, да? Или там от кого-то. Я воспринимаю массаж только от профессионалов. Утром кофе в постель. Не надо мне кофе в постель. Я хочу встать утром, умыться, делать все свои ритуалы. Мне не нужно кофе в постель. Ну то есть, понимаете, такие некоторые моменты, свои идеи какие-то, да? Идеальных отношений или какие они должны быть. Я считаю, вообще идеальные отношения — это такие, которые вы считаете идеальными отношениями. Но вообще я планирую прямой эфир, чтобы это было, да, даже вот так, не что-то там заранее сказано и смонтировано. Но мне хочется на эту тему разговаривать вообще просто конкретно, открыто, в прямом эфире. Напрямую получать вопрос и напрямую отвечать, чтобы вы видели, как я отвечаю, да? Что у меня, я на эту тему настолько уверена, что у меня нет ничего такого, чтобы, знаете, мне надо было подготовиться и сказать, вот что я об этом думаю. Нет, я могу легко, открыто об этом говорить. У меня есть разнообразный опыт и жизни вместе с мужем у меня есть тоже. Вы же не знаете все, как у нас есть. Я же не афиширую все это. Живем мы вместе, не живем мы. Вы даже, возможно, и не заметили тот момент, когда мы живем вместе, да? И я стараюсь как бы не акцентировать на это внимание, я стараюсь, чтобы мой канал существовал так, как он и существовал, чтобы не ставить акценты на том, живем мы вместе или не живем, и когда мы жили, сколько мы жили, вот, и как наша жизнь складывалась. В целом просто говорю о том, что, и мне есть чем сравнить, это не первые мои отношения, мне не 18 лет, у меня большой опыт, большой багаж вообще отношений, разнообразных. Я по поводу любых отношений, мне кажется, могу свою лепту внести и имею опыт и знаю, как и что это происходит. Поэтому я с уверенностью об этом говорю, не то, что я такая, у меня идеальные отношения, я там траляля. Нет, я просто радуюсь, что у меня такие отношения, и я знаю, как может много энергии уходить на выстраивание просто взаимопонимания, элементарного взаимопонимания. И как круто, когда в отношениях есть взаимопонимание, просто хотя бы взаимопонимание. Бытовуха, какие-то моменты вот эти, господи, это дело третье, я даже не об этом говорю. Здесь понятно, что там третесь вы там, работаете вместе, да, там как-то спите вместе, быть вместе, ведете, воспитываете детей вместе там и так далее. Это дело третье. Но если есть самое главное взаимопонимание, просто взаимопонимание, то любые вопросы решаются легко. Это не значит, что нет там ссор и нет каких-то там тёрок, притёрок. Нет, всё это есть, всё это понятно, но оно настолько не трогает, настолько не беспокоит, настолько не отравляет твою жизнь, потому что вы всё можете решить, потому что есть взаимопонимание. Вот об этом я говорю. И здесь неважно абсолютно даже на расстоянии вы находитесь, живёте ли вы вместе или вообще какие-либо у вас отношения. Если взаимопонимания нет, то его не будет никак, ни на расстоянии, ни вместе, ни с детьми. Поэтому меня этот вопрос вообще как-то даже улыбал от многих людей. Типа, как ты можешь об этом говорить, если вы даже не живёте вместе? Да у вас неполноценная семья и так далее. То есть всегда, я так поняла, найдётся человек, который придерётся, да. Мужем называешь, ты не расписана, какого хрена. Сейчас я называю мужем, говорю, у нас всё прекрасно, всё молодец. Да не всё у тебя прекрасно, врёшь ты. Ну, короче, прикольно, да. Начну говорить, что всё плохо. Да не так всё плохо, как другие живут. Ты ещё не знаешь, как другие живут. Ну, короче, всегда найдётся всё, что сказать, и всегда найдётся, походу, люди, которые просто, ну, просто вот, чтобы я не говорила, всё не так. Ещё момент по поводу кота. Да, я честно, откровенно сказала, что я не чувствую бантика, не чувствую его, как вот свой кот, мой кот, да. Сейчас просто говорю о том, как он живёт, да. И говорю о том, что сказала, да, в видео о том, что если бы назад отвернуть всё это, да, время, я бы его не взяла к нам. Я бы, ну, как бы, вот он жил какое-то там время, да, и, возможно, он там сбежал из дома, да, или, возможно, его выкинули там, и так далее. Но я бы, как бы, вернулась бы назад, бы если, да, то, наверное, просто дала бы возможность другим обстоятельствам проявиться и не брала бы на себя ответственность такую, да. Это первый момент. Это точно. И второй момент, я сказала, что я, ну, как бы, просто не чувствую его ещё. Возможно, он ещё и нас не чувствует, да, но это не значит, что у меня какое-то отношение к нему особенно или плохое, там, понимаете. Я стараюсь также давать ему ласки и потискать его, и пообнимать, и поцеловать. И стараюсь, каждый раз стараюсь его почувствовать. И самое главное, что многие кто-то пишут, ну, если вот так, то надо либо его там на улицу кому-то отдать, там, например, или ещё что-то. Ну, я не такой человек, я ответственный человек. Если уж я взяла, даже если, я говорю, отмотала бы время назад и сделала бы по-другому, да, это, как бы, я понимаю, что урок для меня на будущее, что это не так-то легко, там, да, и что, ну, как бы, даже те траты, которые идут у меня ежемесячно, мне даже их не жалко, эти траты. Я вообще даже не думаю о том, что у нас наполнитель быстрее, да, расходуется, что я в два раза, или даже в три, можно сказать, из-за него расходует этот наполнитель. Что у меня еды в три раза уходит, не в два, а в три, потому что бантик ест за двоих, да, уходит. И еду я покупаю там не дешёвую, а всё самое лучшее, так же, как и для Милки. И убирать мне приходится там в два раза больше, да, и теперь они вот гоняют, раньше Мила ложилась спать, ну, просто спокойно, да, а теперь вот нет, им надо погонять, они там мешают спать, может быть, да, закрываются там в комнате постоянно и мяукают, чтобы я их выпустила по очереди. Но, тем не менее, все эти моменты, блин, я не представляю, что должно случиться, чтобы меня натолкнуло на то, чтобы я бантика просто на улицу обратно выбросила, да. Или прям конкретно, целенаправленно там хозяев искала там, ну, как бы я хозяев искала изначально, да, никто не откликнулся, ничего. Ну, что же я буду все, так, так, я так хочу от него избавиться, что просто ищу его хозяев, там, ноги оббиваю все, да. Вот, или там конкретно искать людей, а я переживаю, я переживаю, если он на улице окажется, что с ним может там случиться, да, я теперь ответственна за него, я буду переживать, это живое существо, которое я взяла себе. И несмотря на то, что вот так все происходит, как я не ожидала, я, ну, просто даже не осмелюсь даже так, наверное, поступить, оставить его на улице или отдать его куда-то в приют, или отдать его в какие-то руки, где я тоже буду переживать. А как с ним, а как он там будет, и что вот он будет бегать по рукам. Конечно, если я взяла ответственность, то я буду до конца нести уже, вот, все это делать. Сейчас он ковер дерет. Вот. Ну, как бы, мы привыкаем к друг другу, придираемся. Как бы, это, ну, как бы, эти моменты, которые я сказала, это не значит, что я как-то там не люблю его там, да, и что я просто не чувствую его пока что. Ну, у каждого свое время, ничего страшного. И что по поводу ребенка, он очень любит бантика. Вот, кстати, я еще вопрос в ответ, когда монтировала, вот такая, думаю, что я не сказала. Да, Милка там бегает, то все, но это Денька его выбрал. Денька дал ему имя. Денька его любит очень сильно. Он его любит, мне кажется, больше, чем Милку даже. Милка, это больше моя, а бантик, это прям Денькин кот. Вот. И, кстати, когда приходят в гости ко мне, вот, кто-то говорит, что он там чувствует и так далее. Да ничего он там не чувствует, что я там, какие-то моменты, я, наоборот, его там хвалю, там. Например, гости, когда приходят, я вот этот бантик у нас, вот, Милку, например, прячу, закрываю в комнате, потому что она может поцарапать, поранить кого-то, да, она уже прекрасно знает. Она вообще стрессует, когда много народу здесь, она и ревнует, и такое все. Я ее в комнате закрываю, вот. Потом уходят гости, она выходит, а бантик здесь ходит, то есть бантик нормально умеет себя вести в обществе, и с детками хорошо ладит, да, и никто его не обижает. И он, я знаю точно, то есть я в нем уверена, что он никого не обидит, он кот вообще очень мудрый и взрослый. То есть, конечно, у него есть свои плюсы, у Милки там свои плюсы. И я у каждого выделяю эти плюсы, вот. Поэтому, я не знаю, если кто-то беспокоится о том, что как-то он себя чувствуется в нашем доме плохо, уж точно не бантик, чувствует себя здесь плохо. Ну, вот что ты мяукаешь? Что ты хочешь? На балкон, когда открываю балкон или окно, он прям воздух, прям любит сидеть, на окно смотреть. Вот, короче, бантик себя чувствует здесь хорошо, и без особо веской какой-либо причины я не собираюсь его никуда отдавать и никак от него избавляться. Потому что его любит и Мила, и его любит очень Дэнни. А вот, я как просто хозяйка, я не скажу, что у меня там большая, великая любовь к нему, вот. Но, как сказать, какое чувство я испытываю? Заботы! Я забочусь о нём, я ответственна о нём, вот. И стараюсь его просто почувствовать, чтобы эта любовь случилась, прям вот такая, как с Милкой, да. Но всё-таки он уже где-то жил, у него сформированный характер. У нас больше какое-то взаимоуважение, наверное, нежели любовь какая-то обезбашенная. Что там у тебя не работает? Ну, сейчас починим. Короче говоря, всё, мои бровки. Такое же не работает. Ну, что не работает? Субтитры подогнал «Симон»